Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам свои впечатления от книги Кэрри Стивена Кинга. Сразу скажу, Кинг явно не мой писатель. Да, скорее всего, я выбираю не те книги для знакомства с ним, но всё равно я в его романах не вижу ничего шокирующе страшного. Кэрри книга скорее психологически тяжёлая, нежели событийна. Но, опять-таки, у меня ни разу не пробегали мурашки по коже, ни разу глаза не округлялись от страха. Было пару неприятных моментов, но ничего больше. Сама история Кэрри, мне кажется, очень даже интересной. Но, по-моему, Кинг не смог как-то полностью раскрыть её или вывернуть наизнанку, может быть. Мне не хватило каких-то выстраданных мыслей Кэрри, может быть, даже неадекватных. Мне не хватило какого-то внутреннего конфликта, потому что ей было насчёт чего конфликтовать или с чем конфликтовать. На протяжении всего романа мы видим, как она хочет наладить отношения с матерью, как она её любит, но в то же время, насколько она обижена на свою мать, и насколько ей больно. Мать Кэрри вообще отдельная история. Я всегда пытаюсь оправдать поведение мам. Да, их любовь бывает больной, не всем понятной, но вот мать Кэрри к своей дочери, по-моему, не испытывает ничего, кроме ненависти. Извините меня за грубость, но я не могу подобрать ей другого определения, кроме как сказать, что она действительно больная. Я ещё ни разу ни в литературе, ни в реальной жизни не видела, чтобы вера в Бога сделала из человека настоящее чудовище. Хотя, по-моему, в этом определённо что-то есть. Теперь, что касается самой Кэрри. Если отбросить всю паранормальность из истории, что мне, кстати, понравилось, это было что-то вроде магического реализма, скорее, потому что кроме способности главной героини к телекинезу, в книге не было ничего сверхъестественного. Так вот, Кэрри вполне можно понять. Всю её жизнь её одноклассники её ненавидели, унижали, издевались над ней, как могли. Это, конечно, очень сложно пережить, но всё-таки можно. Но как быть с тем, что всю её жизнь с самого рождения её мать ненавидела её? Что вообще может быть ужасней? Что касается школьной жизни Кэрри, все эти годы были для неё настоящим адом. А потом жизнь, кажется, начала налаживаться, судьба, можно сказать, преподнесла ей подарок, а потом случился такой ужаснейший абсолютный инцидент. Я, конечно, понимаю, те, кто не знаком с этим произведением, сейчас не очень понимают, о чём я говорю, но если вы смотрели фильм или читали книгу, то вы понимаете, что я имею в виду. Так вот, если поставить в этой ситуации себя на место Кэрри, мне кажется, каждый согласится, что очень сложно было не сорваться. Я, кстати, думала, что в книге не будет какой-то кульминации, я думала, что Кэрри будет мстить за себя, так сказать, несколько раз. Но, как оказалось, всё писалось для такого масштабного события. Я, кстати, до сих пор не могу понять, что понравилось бы мне больше, но, с другой стороны, изменить я всё равно ничего не могу. Мне даже стиль повествования не понравился. Я не знаю, может быть, здесь дело в переводе, или это касается только этого романа, потому что раньше я вроде бы такого укинга не замечала. Но, в общем, в этот раз мне текст показался каким-то нераспространённым, мне не хватило описаний, подробностей, какой-то слишком простой получился текст, по-моему. Но всё-таки, несмотря ни на что, не могу не сказать, что мне было очень интересно читать, и не хотелось даже отрываться от чтения. Главной героине я очень сопереживала, прониклась к ней, особенно после фильма. Очень жаль, на самом деле, что всё так закончилось. Экранизация мне, кстати, понравилась, наверное, одинаково, примерно так же, как и книга, но все несоответствия по сюжету я болезненно воспринимала, потому что ход событий в книге мне очень нравился. На этом всё. Если вы читали, Кэрри, напишите мне, пожалуйста, свои впечатления от этой книги в комментариях, и ещё у меня к вам прям-таки огромнейшая просьба. Если вы знаете какую-то книгу Кинга, которая потрясла вас, тронула до глубины души, напишите мне, пожалуйста, о ней, потому что я очень хочу, чтобы хотя бы одна книга Кинга понравилась мне, но самостоятельно я её пока найти не могу. Вот. Спасибо вам заранее за комментарии, и большое спасибо за внимание, хорошего вам дня, и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok